Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, каким образом можно улучшить отток желчи, избавиться от такого распространенного состояния, как дискинезия желчевыводящих путей и улучшить пищеварение. Смотрим. Вот так примерно выглядит желчный пузырь. И вот так примерно выглядит движение желчи от желчного в сторону фаторого соска. Это все очень схематично. Поэтому как улучшить отток желчи, именно механическим путем, с помощью своих рук показывают. То есть саму желчь можно прогонять различными способами, химическим, физическим. То есть опять же адекватное питье улучшает текучесть. Но если есть какие-то преграды, как раз таки по ходу общего желчного протока, но если есть какие-то извитости и неровности желчного протока, то это может повлиять на сам ход желчи. То есть как бы есть текучесть, все нормально, но за счет излишней извитости, которая формируется чаще всего за счет того, что здесь спазм в соске происходит, фаторвым. Вот тут прям. Как раз таки одно из видео, где я показываю, как согласовать работу клапанов, здесь есть в подсказках. Посмотрите его обязательно. А если вы хотите поработать непосредственно на улучшение и сброс застоя желчи в самом желчном, то делаем следующее. То есть мы примерно находим ориентир, где находится у нас желчный пузырь. То есть как его найти? Если мы линию как раз таки срединную от нее отойдем в сторону до средней подмышечной, то как раз таки примерно на середине расстояния у нас под реберной дугой будет находиться желчный. Что для этого нужно, чтобы найти этот желчный и его немножко механически спровоцировать? То есть для начала нужно шланг сам пробить, чтобы если вдруг есть какие-то здесь мелкие механические препятствия, кроме камней, если вы знаете, что у вас там в желчном протоке стоит камень, либо есть крупные камни в желчном пузыре, то есть технику эту лучше не выполнять, чтобы не спровоцировать окклюзию, то есть закупорку. Поэтому давайте сначала откроем шланг. Мы встаем на пупок и на как раз таки, можно сказать, околососковую линию, то есть на вот эту линию. И делим это расстояние от пупка до этой линии на три части. И как раз таки на границе наружней и средней трети мы как раз таки практически встаем на фаттеров сосок. И мы встаем перпендикулярно рукой и погружаетесь четко вниз. При этом ноги надо согнуть, чтобы живот был расслаблен. И делайте движение к пупку. То есть получается, если вы лежите, для вас это будет движение по часовой стрелке. То есть встали, руку поставили, погрузились, сделали движение по часовой стрелке. Если вы какие-то ощутили болезненные ощущения, они в скором времени пройдут. Сделайте легкое массажное движение, для того, чтобы расслабить немножко фаттеров сосок, чтобы отток желчи у нас был лучше. Иначе если сейчас желчное отжимать, но тут ничего не проходит, то как раз таки будет больно. После этого делаем следующее. Отжимаем сам желчный пузырь. Делать это нужно очень мягко, аккуратно. Напоминаю, если есть камни, вы об этом знаете, лучше эту технику не использовать. Ради собственного же блага. Поэтому находим середину расстояния между средней линией и средней подмышечной линией. Встаем двумя руками под реберную дугу. Сделайте глубокий вдох и выдох. И на выдохе пробуйте погрузиться как раз таки под реберную дугу таким образом. Не меняя положение пальцев, снова делайте вдох и выдох. Погружайтесь еще глубже. И еще один вдох. Не изменяйте положение рук и выдох. Подлезьте прям под печень. Теперь оставляя пальцы там, нужно собрать ребра и сделать полный вдох. То есть вы собираете ребра, то есть делаете вот это напряжение живота и делаете полный вдох. И убираете руки. Что происходит? То есть желчный на собранные ребра опускается ниже. И делая полный вдох, геофрагма на него давит и он оказывается прям под руками. Если вас он избыточно наполнил желчью, вы прям под руками почувствуете как булькает что-то. Этот бульк будет означать, что вы надавили на него и продавили излишек желчи, пошел в кишечник. Когда нужно делать эту технику? Если это у вас лечебно-профилактическая процедура, то лучше с утра на пустой полупустой желудок. ЖКТ. А если вы используете это как экстренная помощь, если вдруг заколола в боку, то можно это делать лучше после еды. Таким образом вы на готовую уже пищу посылаете запал желчи. И у вас тогда переваривание более лучше будет. С профилактической целью регулярная работа в течение 2-3 недель на своем желчном пузыре и фаттеровом соске, то есть клапане выхода поджелудочного сока и желчного сока, вы можете улучшить свое пищеварение достаточно надолго. Улучшив отток, перестанут вас мучить такие состояния, как постоянное вздутие, колики, рези в правом подреберье и даже постоянно мигрирующая головная боль, типа мигрени. Поэтому есть смысл работать со своим желчным пузырем механически. Но не забывайте опять же, что режим питания и качество приема пищи напрямую зависят от того, как будет работать ваш ЖКТ. Пользуйтесь. Продолжение следует...